Сейчас хотел бы начать тренировку, как раз она будет разминочная для многих, связанная с захватом одной руки, двумя руками, одну руку. Можете присаживаться, как вам удобно. На начальном этапе сам по себе процесс захвата. То есть начнем с того, что захват происходит для той цели, чтобы мне его контролировать. Поэтому сам по себе захват берется в районе локтевого возгиба. Второй момент. Давайте сымитируем предварительную атаку моего партнера. После этого, от свиньи атаки, важный момент, впереди стоящая нога будет давать сопротивление. Поэтому плечо само по себе идет, скажем так, в третью точку, а потом уже создаем поведение взравновесия. Например, вот как раз здесь она ее отрезала. Обратил внимание, что ноги начинают фрунтить, а руки может синить. Маленько другой эффект. Сейчас с этой стороны. Я встаю в ту позицию, в данном случае, если воспринимать это как бакен. И контролирую его центр. Вот сейчас он потихонечку начинает двигаться. И вот как раз здесь и происходит выведение. То есть, представьте, что вы плечом удаляете по лицу. Примерно так же выглядит, когда вот эта точка атакует непосредственно там третий, четвертый позвонок. И вот здесь тоже самое. На самом деле, это был подготовительный момент. Что будет дальше? Будем считать, что мы научились брать захват. Теперь, во время блокировки, нам блокируют локоть, чтобы не было перемещения вперед. У вас существует, скажем так, он точка, я буду радиусом. Ухожу с линии и теперь уже воздействую на его центр. А после этого, пока не падаем, после этого, именно по днём спине. Варианты могут быть в разных плане перемещения. Захожу обязательно, каждый раз, атакуя его центральную линию. И вариант, если скажем так, ура, когда вы пропускаете себя. Захват не вырываем. А в постоянном состоянии контроля и его перемещения. Захват не вырываем. Чтобы начнете думать, что существует... Например, сейчас я подходил к разным людям, и все по-разному делали захват. Ну, как они считают нужным, как важно, как научили. Поэтому нету правил, есть только ощущение того, как вас взять. Если мы таким образом будем тренироваться, тогда нам будет легче. Смотрите, в данном случае мой партнер именно не дает использовать мне разворот плеча, то, что я до этого делал, и заблокировал уже гибесь в мою точку. Точка на самом деле высокая, поэтому сейчас, именно ее воспринимая, вы просто продолжаете, подходите своими ведрами под свое прогнё. Уход с ними. Все можно чуть покороче сделать, но основная задача, что вы... просто должны отдать это движение. Разница в какую сторону, вы поймёте, на самом деле, небольшая. Только это два варианта, что нужно так, ура, ломоты, будет пись наружу. Надеюсь, продолжайте. Если... 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 Тогда... То есть... Теперь, было верхнее плечо, теперь вы изначально сами опускаете вниз, и здесь уже вверх, в голову. То есть, сейчас у него прямой, здесь он сгибается, сохраняя захват. Здесь, в принципе, тот же самый, я опускаю локоть, вы можете потом пойти во время его вставания, вниз, всегда работаем с головой, с его головой. Сейчас я до его головы достать не могу. Раз, а вот здесь, вот при вот такой траектории, если воспринимать, сейчас просто как утрируем, держи. У него сопротивления нет, попробуйте как упражнение. Смотрите, сопротивление, 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 а вот здесь сопротивление теряется. Поехали. Спасибо.